Продолжая класс, меня спросили о том, что все-таки, а что делать? Вот как, если не будет позиции бракосочетания государственного, значит, как определить грань прелюбодеяния или же нарушение тогда этих отношений, согласия на такие вещи? Получается, что с этим делать, как для церкви нужно было стоять за этими вещами. Но фактически, смотрите, если Библия говорит о том, что ничего нет общего с светом с тьмой, учите об этом. Если говорить о том, что брак должен быть только со своими поверьями, чтобы было легче это делать, имеется в виду жить, это делать вообще и без веры легко. Но при всем этом я понимаю, что одна из больших проблем сегодняшней современной церкви о том, что переложили всю ответственность люди себя на пастырьский авторитет, на его влияние. Что пастырь должен учить, он должен говорить, он должен наставлять, он должен проповедовать. Все проблемы должны решать пастырь. В реальности, когда община становится больше 50 человек, пастырь уже не может покрыть нужды общины. Это статистика уже, нужны помощники, нужны работники, нужны команды, чтобы она работала. И в этом как бы есть зерно правды, которое необходимо для нас. Почему мы учимся, чтобы помогать друг другу, чтобы мы были этими сосудами, которые могут поддерживать друг друга. И если говорим о том, что какая общность Бога с Велиаром, если он неверующий, как же может верующий замуж выйти за неверующего в такие моменты. Критерий обучения к этому нет. То есть самый большой момент – это любовь. И вот мы говорили о том, что евреи, те, кто женились на неевреях, чаще всего их изгоняли, либо пытались, чтобы не было такого брака, Бог запрещал такие браки на мавитянках, амавитянках. То есть это не должно было быть, не должно быть. Но там есть история для этого. Тогда мне скажите, каким образом наша Эстер Хадаса стала женою самого большого царя в мире, как бы это в то время, и до поклонникам, и язычникам? Я вас умоляю, дядя Мардахай там постарался. Без него там не обошлось, правильно? То есть, другими словами, что-то он подозревал, и где-то он посмотрел, что это поможет еврейскому народу. Извините. Знаете, вот здесь моменты такие в Библии, которые, с одной стороны, нужно противостоять таким моментам, как учить, что лучше сдерживаться, лучше не идти на компромисс. Любовь – это все-таки спорный вопрос, что такое любовь. Это не только внешняя сексуальность и привлекательность. Это намного, наверное, больше. Если люди говорят, что он такой симпатичный, она такая красавица, все остальное, вышел на улицу, спотнулся, головой ударился об асфальт, переклинило, он сказал, вот таким. Вот красавец хороший, будешь ли ты его любить таким красивым? Вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть, это все-таки абстрактно, любовь, часть – это абстрактная, и любовь проявляется тогда, когда человек раскрывается своими внутренним человеком. Почему большой конфликт у людей в семьях, большинство, из-за языка? Кто что говорит и как говорит? У одного не закрывается рот, а другого постоянно либо молчит, либо в ответ еще 20 раз сказал. Самая большая проблема в семьях – это язык, это проблема разговора, это осуждение. То есть, то, что внутри, оно выходит наружу. Когда молодые люди начинают правильно общаться, когда они правильно разговаривают, когда они, например, сдерживают свои эмоции, потому что написано самообладание – один из даров, которые необходимо иметь для человека, особенно для христианина. Потому что он должен понимать, что язык такое прекрасно в нашем теле, что он воспаляет круг жизни. Да, вот так вот. И момент, как говорится, чтобы жены были, не просто украшали себя внешним плетением волочек, но каким духом? Кротким и молчалимым. Кротким и молчалимым. Мы забываем. Кротость ваша будет всем известна. Тетя Сара, поговорите, чтобы весь двор слышал. Да? Ну, вот, понимаете, вот, что всем известно. Вот моя скромность всем известна. Кто не знает Сару? Вот этот момент такой, он удивительный. Я люблю рассказать один страшный такой анекдот за семейные пары. Я, как бы, раньше на свадьбе разговаривал. Сема приходит уже в возрасте, где-то ему лет 45, никогда не был женатый. Он таким был бандюгом. Понимает, что наемкий пурш что-то нужно уже делать. Время пришло, он осознал свои проблемы. Приходит к Рэбе и говорит, Рэбе, что мне делать? Я не знаю, вообще, будет для меня небеса открыты или нет. То, что я наделал. Он говорит, все, я знаю, все твои дела. Навряд ли с таким багажом, как у тебя, можно что-то добиться. Он говорит, но можно еще исправить. Если ты женишься на такой, ну, я извините за выражение, такой стерве, такой еврейской стерве, и ты ее снесешь, то, может быть, тебе Бог просит много вещей, то ты будешь терпеливым, все остальное, смиренным, то попадешь на небеса. Он говорит, Рэбе, где такую женщину найти? Он говорит, Сару с привоза я знаю. Сару! Приходит к Саре, говорит, Сара, ты понимаешь, что ты в возрасте, и все остальное, это надо тебе замуж выйти, и все остальное. Нужно жениться на Семе, и это митсва, которая необходима для женщины исполнить, чтобы она как бы была, ну, как бы тоже попала на небеса. Нужно быть замужем. Она говорит, хорошо. Раз, свадьба, хупа, все прошло. Все месяц, два, и это самое, что Сару не попросит Сема, она делает, что скажет, да, господин, никаких этих самых эксцидентов. Он говорит, приходит к Рэбе, говорит, Рэбе, вы мне извините, может, вы не ту Сару мне дали, потому что, что я не скажу, как я не сделаю, как поздно не приходил, как бы я не вонял, как бы, она и то, и постирает, и уберет, и скажет мне хорошее слово, и все. И то, и все. Он говорит, я не узнаю, нет, я знаю Сару с детства. И его приходит к Саре и говорит, Сара, что такое, что с тобой случилось? Говорит, ага, на моем горбу и в рай, а нетушки. Ну, извините, что я такой вот, вот, вы поймите, это семья, это семейные вопросы, и фактически, кто из вас хочет быть Сарой и Семой? Диаконская позиция, как человека, который немножко выше, чем прихожане общины, просто те, кто несет, ну, другие ответственности, да, вот. Ихняя позиция на самом деле служить, работать и помогать в деле. Для этого и существует эта платформа для тех, кто имеет способности вырасти в пастырство, вырасти в старейшинство, потому что есть разница между старейшинами общины, которые решают вопросы самой общины, и пастырством, между пастырством, старейшинством и диаконством, да, это есть промежутки, которые действуют. Я верю, что каждая ответственность, которая у нас вообще не есть, даже будем говорить, подмести, да, это я верю, я все равно верю, что это диаконская позиция. Извините так, потому что написано, что они заботились о столах. Как много столов у нас вообще не есть, кроме ваших парт? Количество 10, да, 9, один поломан или пропал. Вот как нам сделать так, чтобы мы служили? И вот когда у нас какие-то праздники происходят и так далее, мы все подключаемся, мы совершаем ту митсу или там, ну как бы сказать, как перевести митсу, видите, да, может больше, чем заповедь, это дела, которые нужно делать. Как нам подключиться, понимать, что мы делаем правильные вещи, правильные, Бог смотрит на это, как ступенька для служения другим. Я верю, что домашние группы, группы хавара, да, вот мы говорим, собирание вместе, встречи вечером, да, вот являются основой любой общины, даже, будем говорить, еврейской синагоги, вы меня извините так, вот момент, потому что теплые дома, которые у них есть, посещение друг друга, они приходят на изучение всяких там вопросов, там собираются вместе для того, чтобы поговорить, помолиться. Я вам скажу, что в Одессе было до революции, чуть даже попозже, до гонений таких 30-х годов, а в Одессе было примерно 286 молитвенных домов, синагог, мест, где встречались евреи, вот для домашних, назвалось домашнее общение такое, это 286, это много, да, и по разным вопросам. Здесь была синагога приказчиков, только приказчики туда ходили, была синагога мучеников, не мучеников, а мучеников, тех, кто мукой занимались, да, то есть как бы, да, мученик, мученик, да, и других, там была синагога рубщиков кошерного мяса, ну, районы, там два квартала уже, это самое, или кварталы, уже все, уже синагога была, да, у рубщиков кошерного мяса, внутри синагоги стоял орган, орган, не органы, я понимаю, что это, орган, и удивительные общины были, и я верю, что домашние группы, они становятся вот той основой для общины, а вот здесь вот вопросы, какие они должны быть, что это за группы, вот здесь вот выясняется такая тема, как мы должны делать то, что мы умеем делать, например, это может быть группы разных тренингов, например, у нас была программа, называлась «Мудрость матери», да, она длилась недолго, например, это три месяца, но это группа людей, которая приглашала еще людей, неверующих к себе, они смотрели, как бы, видео, проходили уроки, и в течение там этих трех месяцев люди подходили к тому моменту, где они делали решение следовать за Богом, они понимали, что вся жизнь, она вокруг Бога, и через время они становятся членами общины, так же самое у нас есть «Мудрость отца», там один из таких уроков, это подвести человека к тому осознанию, что есть Бог, который дает силы отцу быть отцом, и есть тот пример для подражания, большинство домашних групп, они проходят вечером, почему вечером? Потому что люди работают, как долго должны эти группы идти, и, знаете, у нас есть тенденция сделать его как в общине, два часа. Зачем? Зачем? Как много вам нужно времени, чтобы пообщаться, помолиться, узнать о друг друге? Как воспитать людей внутри общины? Вот, домашний групп. Что можно говорить, и какие темы надо говорить о том, что происходит там? Знаете, домашние группы, они начинались давно, во времена Уэсли, это, если вы помните, знаете историю, это Уэсливское пробуждение Англии. это, там, 200 лет назад. Тогда начались в основном, как бы, такие, то, что мы называем сегодня домашние группы. Структура была у Уэслившим очень интересная. Там у них подчеркивались три вопроса, три простых вопроса. И таким образом они поднимали людей, как учеников. Это то, что Бог вообще сделал в твоей жизни. Какая ваша духовная жизнь разбиралась? Ну, общались, люди просто сидели, общались. Они делились своими перечитлениями о Боге. Как у вас получалось или получается преодолеть грех? Ведь все согрешают, правда? Но мы же хотим быть очень святыми. Мы очень святые. Мы не хотим говорить о наших грехах и согрешениях. Мы даже переживаем сказать о том, что, братья, у меня есть такая проблема, грех, там, если это самое, вот сижу на компьютере, а у меня там вверху прыгает эта самая кнопочка какая-то, нажал на нее, а там как выскочило и попал. У меня видел сосед и все остальное, как бы и попал в порнографический сайт. Что с этим делать? У нас же все святые. У нас дуже святые люди. А это так же самое к женщинам относится. Вы думаете, что женщины не попадают на порнографические сайты? Ой, вы-то хорошо ошибаетесь. По статистиках говорит, что наоборот. Мужчины меньше, чем женщины. Извините, статистика мировая. Как у вас получилось свидетельствовать за блудшим? Как получалось у вас свидетельствовать за блудшим? Это три вопроса, которые в основе домашних групп у Уэсли было. То, что и осталось. Смотрите, мы часто думали, как вести домашние группы? Что делать, чтобы они были интересными? Можно сделать разные структуры. Можно сделать разные структуры. Но что нами двигает? Двигает то, что мы хотим быть использованы Богом. Мы хотим быть использованным друг другом. Мы хотим, чтобы Дух Святой действовал через нас. И фактически во время домашней группы дары Святого Духа должны проявляться. Каким образом? Не только говорение на языках, молитвы за людей. Но каждое прочестное слово должно быть испытано, например, подотчетно. Должны быть молитвы за исцеление. И говорить о том, что я, если получил исцеление. Они не боятся молиться. Эти группы очень быстро распространялись в Англии по временам Васли. И поэтому их называли методисты. Методика. Все было как нужно. Очень просто. Но я вам скажу честно. Мы живем в современном мире, где информация очень быстро распространяется. Любая. В интернете. Вы хотите одного проповедника, вы будете слышать одного, третьего, десятого. Можно переслушивать разные методики, разные проповеди. И каждый имеет зерно истины. Правда? Во времена Уэсли и других проповедников, мы говорим так, уже в современности, многие из них просто зачитывали Библию. Они читали Библию, читали свои нотации об этом. И люди спасались. Было очень простое. И это движение очень было сильное. И исцелялись люди. Сегодня для пастыров, служителей, для церкви, для общины, они должны иметь немножко другой подход всего. Вы знаете, какая проблема с сегодняшнего времени? Нам мир диктует свои правила. Что я имею в виду? Нам мир диктует правила не только поведения, а такое слово exposure, это себя представить миру. Скажите, если вам скажут прийти в церковь, в которой будут деревянные стулья, там будет орган, будет выходить директор режиссера хора регент, будет делать так. И будет одна песня такая идти. Вы встали, сели, и все, вот это вся задача. Как много из вас захотят остаться в такой церкви? Как много из ваших детей захотят остаться в такой церкви? Почему? Причину. Дайте мне причину, почему ненадолго? Однообразие. Ну, так же было как бы во все дни. То есть, было и так, до появления телевидения, радио, так было везде. Грустно. То есть, вы веселые люди, оказывается, да? Вам, ну, другим словом, вам нужно какое-то веселье, развлекаловка такая. Другими словами, другими словами, мы настроены на хлеба, зрелище и так далее. То есть, мы настроены каким-то автоматом, каких-то обстоятельствами, что этот мир, меняющийся, который предоставляет нам сферу наших потребностей, да? В своем ракурсе, нам нужно заменить его каким-то образом, чтобы оно похоже было на христианство. Или нет? Пионерские лагеря были в Советском Союзе, там, и так далее. Нам тоже нужно иметь лагеря молодежные, детские, все, развлекать наших детей. Не, ну, я умоляю, учить. Они там все учат, и как в пионерских лагерях, что такое партия, что такое галстук, что такое там присяги всевозможные, что мы не то же самое делаем. Вот моя Библия, давайте почитаем все, в 9 часов, какой самый золотой стих Библии. И вот так возлюбил Бог мир, и так, и все дети, приезжают, они веселые, они такие рады, они рады, что они приехали домой. А потом говорят, так было там классно. Почему? Потому что мы в грязи валялись. Там свобода, там мамы не было. Понимаете, о чем я говорю? Я утрирую, я утрирую, но на самом деле, как служители, для вас, даже для вас, вот танцевальное, даже прославление, там у нас есть домашние группы, и венгализация, нам подсознательно все равно мы программированы на сферу вот обслуживания, что-то предоставить нам. Я вот так говорю, даже православной церкви, даже православной церкви, тоже, как бы, в общем-то, как бы есть монотонность, какие-то такие служения, да, но при всем этом мир настолько закрутился, они начинают тоже, и лагеря молодежные, там, и рок-концерты, все возможные, и все под православную, как бы, тематику, или что-то еще, вот, у нас в России, очень, братья есть, то есть, это очень популярно, и очень растет, потому что, да, и наука, и момент такой, что для общины, для церкви, для религиозного общества, необходимо меняться, необходимо меняться, вопрос, по-молдавски, думать, да, меняться, да, будем мы меняться, или не будем мы меняться, будем, и вот, здесь серьезность в этом, какие домашние группы нам нужно иметь, какой стандарт иметь, что мы можем предоставить людям, что мы хотим сделать, понимаете, о чем говорю, потому что у каждого из нас есть своя методика, внутри, у нас есть методика, у нас есть представление свое, о танцах, о прославлении, о игре на барабанах, как евангелизировать на улице, как раздавачки раздавать, вот, наоборот, или так, чтобы никто не видел, еще, у нас есть свое в голове, и мы смотрим на мир, как они делают, и нам нужно делать сайт, делать, да, нам нужно показывать какие-то программы, нам нужно что-то так сделать, чтобы люди воспринимали, да, и я, как пастырь, ну, честно, я иногда теряюсь, теряюсь в этом, в океане этой информации, которая, что нам делать, как общение, чтобы вам было интересно, и чтобы не выглядеть идиотом, в первую очередь, и чтобы не пугать людей своей сектантской позицией, я прямо говорю, ну, да, что ты думаешь, нет, конечно, знаете, один еврейский друг, который ходил раньше, но не к нам вообще, на другую церковь, да, обиделся, потому что там был грех, его отдали на замечание, все остальное, а потом мы встречаемся, и он говорит, вообще, говорит, синагога, там так любят друг друга, там такие люди, душевные, а то я прихожу в эту церковь, говорю, он поднимает эту Библию, и она меня нудит, и все остальное, я говорю, правильно, потому что пастор говорит о том, что в Библии написано, о грехах, и все остальное, и так далее, а тебе, что ты в синагоге, ты хоть слышишь, что там, когда Рэбе читает, или там Кентер поет эти молитвы, когда вызывает к Торе, ты хоть понимаешь, что там это самое говорят, они тоже самое Тору читают, но на самом деле, ты же не на это зациклен, не то, что там Библии читают, а то, что можно сделать потом, пойти и сделать маленький гешев в синагоге, он говорит, ты прав, потому что у нас душевные разговоры, это кто сколько заработал, и сколько нужно поменять, и что нужно сделать, чтобы еще больше заработать, да, я понимаю, я не катекую синагогу, услышите, я не катекую, потому что она делает очень много, они так же самое делают шабаты, например, каждую пятницу в синагоге, в Любовичной синагоге, там проходит, типа встреча с шабата, мужчины собираются, приводят, приезжает какой-нибудь, такой рэбэ знатный, там начинается тема, разговор, стол, шабатни, все такое, пошла тема, раз, и чуть-чуть, и водочки, и все такое, стало хорошо, все весь, но никто не будет пьяный, и все там уходят с радостным сердцем, потому что все было хорошо, они делают выезды, они делают теплые дома, они так же делают выставки всевозможные, молодежные лагери, они предоставляют кружки всевозможные, танцевальные, разговорные, языковые, торы, там еще всего-всего, они предоставляют все, что возможно, самое большое, они дают возможность детям ихним, чтобы они были очень уникальны, свои детские сада, свои школы, свои университеты, вы скажите, они что, не совместно с этим миром идут? Совместно, мы-то не успеваем, вот, какая ситуация, даже вот то, что у них теплые дома появились, а тема была в Киеве, когда мы на эра в шабаты, в 90-е, начали приглашать, назвать, приходите в теплый дом, где вас тепло встретят, через время, когда Борис Саулович дал интервью, именно еврейскому там радио и телевидению, через время, еще раз, еще раз, как они хорошо получаются, почему, что, как они, что они делают, через время, Хаббат, начал приглашать людей, на те же курсы, на те же теплые дома, на провождение эра в шабатов, они поняли, что людям нужно это, вопрос, нам это надо, мы посвящены на это, что нами, мотивирует нас, иметь эти домашние группы, теплый дом, на хавара, что мы там, хотим услышать, вы знаете, самая, это очень важная тема, что люди могут прийти, на домашнюю группу, фактически ничего не делать, реально, но за них, могут помолиться, их жизнь может измениться, когда даже, например, лидеру, которого плохо, дуже плохо, зачем бежать к Рэбе, или же бежать к старшему служителю, если он может прийти в домашнюю группу и сказать, друзья, стойте со мной, и сила группы имеет большое влияние, и мы возрастаем, умножаемся, это платформа для нашего назидания, чтобы мы возрастали, я верю, что это возможно, может ли быть домашняя группа музыкантов, конечно, конечно, матерей, которые растят маленьких грудных детей, может быть, может быть, может быть, домашняя группа байкеров, может, нет, они злые, не может, это же весь квартал соберется, а механиков, каких-то там в гараже, там крутят, все такое, а вот, вот как Стас, он живет далеко, в НАТе, что ему делать, куда ехать, там после девяти, там уже не то, что маршрутка не ходят, там уже собаки не бегают, ну, что в Китае живут, нет, там шутка, боятся, там седьмое небо, я хочу ответить на момент такой, большая церковь, например, тот скандал, который был в Хиллсонге, ты за Хиллсонг, да, где лидер, один из людей, кто прославление, объявил о том, что он гомосексуалист, да, реакция была пастора очень серьезная, типа, разве, вот реакция людей была такая, что типа, гомосексуалистов ставят, ну, там, на всякие служения, все остальное, на самом деле, когда об этом узналось, их сняли со служения, вы понимаете, да, когда это узналось, проблема данного греха была еще изначально, если это Моше писал евреям, как вот этот самый закон от Бога, Бог, наверное, что-то замечал среди еврейского народа, замечал? Замечал. Что было с коленом Вениамина? Не было женщин, а что только, я вас умоляю, это потом было мало, кто помнит, а у них как в Содоме было, а когда левит, который, от которого ушла жена, пошел за женой, помните, да, возвращаясь обратно, не захотел остановиться в Иерусалиме, почему Верусалиме не хотел остановиться? А евреям не принадлежал. Пошел дальше, говорит, пойду к своим, пришел к своим, давай сюда. Грех за Домой Гамора у евреев. И знаете, что самое страшное? Когда всем разослали эти куски мяса, да, вот, и сказали, все, надо идти войной. Всеми пошли и проиграли. Проиграли. И еще раз пошли войной, и еще раз проиграли. Кажется, правое дело, нужно было поуничтожать всех, но проиграли, а потом, конечно, добили. Что мы наделали? Что же мы наделали? Другими словами, когда мы говорим о таких вещах, мы понимаем, что этот грех, да, он, это грех, распутство, бесовский, и не застрахован никто от этого греха. Мой отец, Давид, Михаил Лавидович, всегда любил говорить, даже в 70 лет похоть есть похоть и может довести до греха. Приброшен крепости. И в это время люди падают, да, и вопрос, что с этим грехом, это грех, надо над ним господствовать, нужно проходить этот, то есть, как с ним бороться, я скажу так, большому сожалению, да, я впервые как бы узнал об этих вещах, узнал в церкви, в 50-нистской церкви, я обнаружил то, что это самое среди богобоязненных людей, которые, вроде бы, молящиеся на языках, и все, был скрытый педофил, что хорошего, как с этим бороться, что с этим делать, грех есть грех, нет малого или большого греха, грех есть грех, и на самом деле, наше приближение к Богу, когда мы приближаемся к Богу, мы отодвигаем этот грех, Бог в силе очистит нас от этого греха, чем мы дальше от Бога, с допустимыми вещами, тем мы далеки от Бога, мы можем называться христианами, верующими людьми, но Иешуа скажет, я никогда не знал вас, домашняя группа, это то место, где люди могут возрастать, каждый, каждый может возрастать, здесь не нужно много иметь мудрости, не нужно копать там доктрины, какие-то такие большие, простые вещи нужны людям, что делал Мессия для нас, и вообще, как бы, в моментах, вообще, есть ли Бог или нет, если есть зло, значит, должно быть и добро, если Бог есть, значит, Он дал нам какое-то понятие для чего мы живем, если мы ни для чего не живем, тогда сущность нашей жизни здесь на земле, для чего мы проживаем, а если мы умираем, куда мы уходим, да, такие простые вещи, глубины, глубины там веры, какой-то там, знаете, преуспевания, процветания, людям на самом деле не нужно, им нужно, чтобы познать, насколько Бог любит их, и когда мне очень и очень плохо, я могу прийти к людям, которые поддерживают меня в молитве, потому что Писание говорит, многое может молитва праведника, я могу обратиться к людям, которые не выдадут меня, не расскажут всем, да, какие у меня проблемы, это останется в тайне, как научить нас, друг друга, чтобы мы отвечали стандартам праведности, чтобы никакой злой корень не вышел, чтобы никакое слово не вышло, лошана-ара, вот такое есть понятие, как в еврейском народе, целое учение, лошон-ара, это клеветник, или злой язык, переводок как злой язык, вы знаете, это раби мэр, который сделал это учение, это 200 лет, сколько ему лет, оно совсем не молодое, но сегодня, если бы по этим канонам судили мессию, то никогда бы не осудили, никогда бы не осудили, там даже такой момент есть, если человек, если человек, если ты о человеке говоришь правду, истину, но в негативном положении ты виновен в злом языке, и очень часто, когда евреи начинают меня возмущаться, хабатники, что-то со злым сердцем таким, я поговорю, лошон-ара, и раз, и чунг, стоп, потому что они не имеют права, то есть по закону, который у них там есть, оклеветать человека, даже он говорит, может быть, истину, но ты подал ее немножко неправильно, со злым умыслом, это считается обвинение человека, поэтому говорят, давайте помолимся, давайте сделаем колнедрей, эту молитву, чтобы отпустить даже эти мысли, эти чувства, это подпускать, даже когда человек не прав тысячу раз, тысячу раз, он не прав, не имеешь права прилюдно его оскорбить, или сказать ему, что он не прав, тоже считается лошон-ара, удивительно, вот вводите в интернет, наберите лошон-ара, и прочитайте, просто для своего удовольствия, прочитайте, я читал, я получил массу удовольствия, я говорю, господи, почему этот закон не вышел до твоего распятия, вы у тебя оправдали бы за две секунды, но так написано, что угодно было господу, чтобы он поставил за нас, но есть, есть чему учиться, есть чему учиться, простым вещам, мы же, на самом деле, вот протестантское движение, оно либеральное, по сути своей, либеральное, мы же не под законом ходим, мы не молимся три раза в день, на дню, как говорят, в одессе, три раза на дню, на шахарит, маариев, никто же, никто же не молится из вас, нет, два раза, это ваш, вам нужно памятник поставить, золотой, не, не надо, потому что будет молиться на вас, потому что матереза еще, вы понимаете, да, о чем я говорю, мы на самом деле либеральные, мы выбираем, когда она молится, за что она молится, особенно, когда очень плохо, то хорошо нужно молиться, а когда очень, очень, очень плохо, надо еще позвать всех остальных, и плюс пастора еще нагрузить, чтобы он тоже знал, как молиться, а там не напиток, написано, что когда есть кому плохо, там сильно по здоровью, пускай призовет пресвятеров, и кто-то исповедуется в первую очередь, что сделал, ничего, что-то скушал, что-то плохое скушал, ну, помолимся, насколько мы искренне, вот реально, насколько мы искренне, как верующие люди, насколько мы, настолько, ну, я буду говорить по-другому, мы настолько ранены людьми извне и внутри, что мы не готовы, реально не готовы еще раз быть постыжены, один из примеров, вы пришли, исповедались, да, перед кем-то там, тот по своей наивности, по хорошему своему настроению, во время там разговоров, а ты знаешь, что Фрося там наделала, мы помолились, Бог милостив, но ты знаешь, у нее было вот это, и это, и это, и пошло, а другая сказала еще тем, доходит до Фрося этой, а та говорит, как, как я доверилась, этим людям, как можно доверять вообще, я такую общину не буду ходить, в эту церковь, в эту церковь, в эту гнилые люди, они такие, какие намного христианами, и все, ухожу, иду искать другую церковь, вопрос, кто больше виноват? Нет, тот, кто обиделся, потому что посеял внутри хорький корень, да, потому что написано, прощайте врагов ваших, Ишуа говорит, прощайте врагов, то, что там не будь разносчиков, среди народа, да, это одно, он должен попросить прощения, а то, что обида, и вот этот момент, ах, гордыня, ну да, об моем грехе уже все знают, можно сказать, пастор, я хочу взять слово, стоит, и говорит, вы знаете, ходят слухи, я скажу, это правда, я такая была, или такой была, я говорю с вам, перед вами, это так, у кого заберете вы меч? Правильно, наша проблема, что мы не готовы встретиться со своим обвинителем, вот, со своим обвинением, ну, так вот, реально, мы боимся, мы хотим быть очень праведными, Библия говорит очень просто, никого нет праведных, ни одного, нету, ни одного, кто будет обвинять, когда Христос нас отправдал? Хорошо, ты обвиняешь, обвиняй, я скажу, ты прав, ты знаешь, я еще подтвержу больше, конечно, я добавлю, еще было вот это, другое, третье, скажите всем людям, громче скажите, но без, знаете, злого сердца, сказать, я свободен, потому что Христос меня оправдал, я исповедовал грех свой, Библия говорит, приди, даже в светском завете, исповедуй грех свой перед Богом, и прилипи, исповедовал, исповедовал и сказал, все, он ушел, Христос забрал, не вспомнил, забросил за хребет и все, что тогда будет с этим грехом, если вы исповедались, он разошелся, вот наша проблема, как людей верующих, мы боимся, мы реально боимся, что нас снимут с лидерства, не дадут нам петь, танцевать, там еще что-то еще, поэтому давайте будем такими красивыми, хорошенькими, чтобы это самое, никто ничего, а если рассказал, ну гад такой, рассказал, ты не можешь христианином, и начинается все это, я вам скажу честно, если бы мы были бы искренними, настоящими людьми, верующими, мы бы не боялись, мы бы никогда не покидали свои общины, мы бы никогда бы с людьми, ну да, поссорился, ну помирился, я не думаю, я не знаю, были ли вы настоящих еврейских семьях, неверующих, я просто бы понимали бы, что они умеют как-то между собой договариваться, знаете, так вот, там 4-5 человек разговаривают сразу, моментально, да, и один другому говорит, закрой рот, слушай, ты прекрати, там мозги мне пилишь, ты вообще, можешь это самое, там еще можно пару слов таких хороших рассказать, на П и на все остальное, и после этого они еще поджали друг другу руки, в следующий день они встретились, пообнимались, и друг другу еще подарки подарили, а у нас, чуть-чуть что-то не так смотрит, что-то он на меня не так смотрит, что ему сделал, он, наверное, на этот разговор, и так подходит, сестра, ты что-то имеешь против меня, когда мы перестали просто играть в церковь, ну реально, я так с вами говорю, как с учениками, когда мы перестанем играть в церковь, да, неприятно, когда нам говорят, так, возьми и собери это все, когда говорят, принесите то, что, мальчик на побегушках, нет, знаете, вот меня, меня никогда не напрягает, когда даже люди меня просят, рыба, там, помогите, или что-то еще там, принесите, или там, что-то происходит, я говорю, где, что принести, я пойду сделаю, я знаю, что многие церкви, там, когда смотрят на то, как я делаю, там, ношу столы, там, аппаратуру ношу, там, иногда я вижу, там, молодые люди там сидят, так, рыба, пастор, вам помочь, вам помочь, я говорю, да не надо, я еще в состоянии, если бы я был 90 лет, он переклинуло, то я бы, может быть, попросил бы вас, я, мой первый день выхода из 40-го дневного поста, у меня был каким образом, я пришел, утром, была ситуация, там, нужно было что-то делать, все разъехались, это как раз первый день, первый день фестиваля, нам говорят, нам нужно загрузить 3000 книг в этот самый, там стояла машина, никого нет, пастор Александр, Кирилл, еще пара служителей, я с поста выхожу, знаете, каким образом, ношу книги, я уже там 30 раз ходил, мне уже так, думаю, держаться за что, я мог сослаться на всякую, ну, как бы, придуманную историю, мне плохо, меня уже совсем тошнит, мне кричали, рэба, нельзя так выходить из поста, так себя, истощать себя, но я понимаю, это не моя проблема, у меня нет проблемы поработать, у меня нет проблемы принести, у меня нет проблемы постоять на дверях, несколько недель назад, я пришел раньше, и всех приветствовал возле двери, добро пожаловать, в общину Ахамошеев, все такие, вы же шагали, что вы делаете здесь, я просто хочу поста поприветствовать вас, пожалуйста, заходите, я прошу вас, и всем стало стыдно, что это самое, нужно было со мной здороваться, проходить, да, чтобы было неприятно, не очень по себе, что пара постоит и приветствовать всех в это самое, при входе, не, ну, честно, мне заставляло удовольствие, я могу, честно, я могу каждую субботу стоять, и мне это не было проблем, я понимаю, я просто уже людям говорю, я знаю, что видите, там сейчас будет иврит вам говорить, он добавит в это все, послушайте, нет проблем, у нас сегодня есть кризис небольшой, да, вот в общине, никто не хочет быть в Ашером, или же в это как бы как слово, в группе порядка, я не знаю почему, что-то так трудно, быть в группе порядка, за границей, за границей, да, вот это, знаете, кто в группе порядка в церквях стоят, угадайте, Валик, я не тебя спросил, ты знаешь мой ответ, миллионеры, они понимают, что они работают всю неделю, они зарабатывают деньги, они десятины свои вкладывают в развитие общины, но они не могут служить, как на каких-то таких постоянно, и они для себя привилегией считают, стоять на дверях и сказать, добро пожаловать, как мы рады, что вы пришли, и стоять за час до открытия общины, и потом стоять, и раздавать, добро пожаловать, вот вам, как бы сказать, там, брошюрка, что-то еще там, расписание, добро пожаловать, не забудьте там отметить себя, чем можно помочь, и так далее, и думаешь, вот люди, как у них это все повернулось, не знаю, у нас же бизнесмены, я же десятину даю, дайте мне первый ряд, чтобы я слышал этого человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова